Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Таня. Сегодня будет много интересных покупок, новинок. В общем, будут и одежда, и аксессуары, косметика, декоративная, и уходовая. Самое главное, в конце видео вас ждет интересный конкурс, поэтому обязательно оставайтесь до конца и желаю вам приятного просмотра. Первое, что я хотела вам показать, это, наверное, одежда. Все-таки начнем с нее. Первое, это то, что я заказала с сайта Ламоды, это слепоны. Я хотела именно модные, трендовые пакеты, слепоны, но в то же время, чтобы они были без шнурков, чтобы это была удобная спортивная обувь, так как я гуляю с ребенком, много хожу, и вообще все обувь натирают мне мозоли, поэтому мне нужны были достаточно широкие, потому что нога у меня широкая, и кто следит за мной в инстаграм, ставлю здесь фотографию, видели, что я заказала очень много пар и не могла выбрать. Но на самом деле я сразу знала, что вот эти слепоны самые удобные из тех, что я заказала. Это фирма Идеал Шулс, они немножко грязные, так как я их все-таки, когда прохладно, постоянно просто таскаю. У них здесь есть удобная резиночка, вот такая, чтобы ножки были очень комфортные, и также по краям тоже вот такие две резиночки, они такие серебристые, белая каемочка, и мне вообще они очень нравятся, они безумно удобные, и к тому же стоят бюджетные. Если найду ссылочку, на них оставлю, как я говорила, заказала на Ламоде. Следующую вещь я также заказала на Ламоде, и это самая моя любимая вещь в гардеробе. Теперь, я думаю, вы догадались, о чем идет речь, это джинсовая куртка. Я давно мечтала о джинсовой куртке, если честно признаться, то мечтала о ней, именно о такой, как я приобрела, именно о такой. Вот в моих представлениях она была такая, вставлю фотографии, как она смотрится на мне. И джинсовую куртку заказывала с Ламоды, на самом деле в сетевых магазинах их полно, но они очень дорогие. Я не знаю, я, наверное, года три пыталась себе купить джинсовую куртку, до этого у меня последний раз была моя джинсовая курточка, она у меня есть и сейчас, но она такая коротенькая. То есть по грудь коротенькая, и обычная джинсовая куртка у меня была еще, наверное, в школе. Вот, и с тех пор я искала себе идеальную джинсовую куртку, но как-то все было дорого. В общем, я купила вот такую себе модную, в стиле бойфренд, с такими сырованьем, с протертостями. Это идеальная джинсовая куртка, прям вообще. Я, кстати, знаю, что в Заре или в каком-то более дорогом магазине еще есть такие же, потому что у многих звезд в Инстаграме я видела вот точно такие же куртки. Но, видимо, я не знаю, другой фирмы или этой. Эта фирма у меня называется Springfield. Взяла я размер М, чтобы она была широкая, и она застегивается неспокойно, даже еще остается место. Мне нравится, что она из плотной, качественной, толстой джинсы. То есть, когда у нас было 9-10 градусов, я в ней не мерзла. Ветер я тоже не мерзну, и ношу ее как полноценную куртку. Также мне нравятся эти протертости. Нравится, что длина у нее достаточно длинненькая. Она закрывает вам полностью живот весь, бока. То есть, если у вас есть какие-то проблемные места, у ней полноценные большие карманы. То есть, запросто можно за сумму вводить, я заказываю достаточно часто. Следующее. На этот летний сезон я приобрела себе аж 3 пары очков, что вообще не свойственно для меня, потому что обычно я очки покупаю раз в сезон, иногда раз в два сезона, одну пару очков. Очки мне подобрать достаточно сложно. Я их покупаю не в онлайн-магазинах, а всегда беру, меряю. И то, знаете, это бывает очень редко, но тут как-то 3 пар у меня появилось. И первая пара – это очки с Алиэкспресс. Это халява, которую я выиграла. Это зеркальные классные очки, которые я просто обожаю. Вы видели у меня уже в Инстаграме их. Они быстро грязнятся. Это единственный их минус. Но в остальном здесь шла и тряпочка. С ним, к ним шел чехол. Вот такой футляр. Упакованы они были в фирменную коробочку, которая фирма называется Мэрис. Ссылку на очки я также оставлю. Но это супер очки. Я очень их люблю и получаю множество комплиментов этих очков. Вторую пару очков, которые у меня есть, я вставлю фотографии. Она у меня сейчас лежит в коляске. Я уже не буду за ней заходить. Но это самые мои любимые очки. Самые часто носибельные. Они у меня лежат всегда в коляске. Когда я забываю взять какую-нибудь пару своих очков, то есть всегда у меня в коляске эти очки. Чаще всего я забываю, поэтому ношу именно их. Они мне нравятся. У них степень защиты очень хорошая. По-моему, двоечка или троечка. Вот эти очки тоже со степенью защиты. Двойка или тройка. Где-то, по-моему, двойка. Что я вообще не ожидала с очков с Алиэкспресса. Потому что максимальная степень это четверка. Вот. Те очки я заказывала на сайте Valboris. Как и следующие свои очки. Вот такие модные под дерево и также зеркальные. Это очки от марки Ojo. У них, к сожалению, нет степени защиты. Но они, наверное, самые бюджетные из всех троих. Вот. Но все равно они модные, они красивые, они яркие. И с ними образ становится более яркий. И такой интригующий. И мне очень нравится. Следующее, что я вам покажу. Заказано с сайта Алиэкспресс. К сожалению, я записала видео о покупках с Алиэкспресса. Самых лучших. И не включила эту вещь туда. Лишь потому, что она мне пришла буквально на днях. Это вот такая корзинка. Суперская корзинка. Она очень вместительная. А внутри она проклеенчатая. То есть вот эта белая часть, где я вожу пальцем, это все клеенка. И она не испачкается. Там есть разные расцветки. Но я выбрала именно вот такую черно-белую. Есть белая черная. Есть какая-то еще с узорами. Удобно брать. Дешевая. Влазит все в нее. Она достаточно такая. То есть вот у меня здесь тяжелые продукты. Она все выдерживает. И я души вам ее советую. Она пришла мне полностью вот так сложная. То есть она мнется хорошо. И я просто не нарадуюсь, как она у меня стоит. И я складываю сюда новые продукты, которые мне нужно тестировать. Которые я хочу вам показать в видео. Поэтому вот такая корзиночка. Ссылочку на нее я оставлю. Стоит она в районе 200 рублей всего лишь. Я также планирую заказать еще. Следующие два указанных продукта. Также были еще два пробника. Которые мне не очень понравились. Но скажем так они нормальные. Но не произвели должное впечатление. От бренда Сифара. Да, именно правильно произносить Сифара. Что мне режет слухи тоже непривычно. Но все-таки будем говорить правильно. Вставлю фотографию тех двух пробников. К сожалению у меня их сейчас нет. Они неплохие. Но я бы второй раз их не купила. А полноразмерные продукты, которые я сейчас вам покажу. Вызвали у меня огромный восторг. Первое. Также уже выставляла пост в инстаграм. Это вот такой необычный крем-гель с лагуной. От Сифара. 140 мл. И это просто любовь с первого взгляда. Это летний масхеф. Это летняя находка. Это фаворит. Этот гель имеет запах такой морской соли. Море соли. В общем что-то такое. С водоросами немножко. Вот настоящая лагуна. Но это запах унисекс. Он скорее больше даже мужской. Но мне нравится в жару. Принимай душ именно с этим гелем. Так как он крем-гель. Он конечно же не сушит кожу. Так давайте посмотрим. Что здесь где изготовлено. Нет. Сделано во Франции. Написано на некоторых продуктах. Изготовлено в других странах. Поэтому я всегда читаю. Поэтому от души вам советую. Вот этот гель продается в Ильдеботе. Следующий продукт. Это тоже моя любовь. Это вот такое молочко для тела. С манго. Я обожаю манго. Во всех его. Что именно есть проявления вкусовых. В косметических отдушках. 190 мл. У него есть удобный дозатор. Он имеет такую. Он белый. Белокремовую консистенцию. Сейчас аромат просто. Во всей комнате. Как он классно пахнет. В общем я заканчиваю сейчас свой лосьон. От Виктория Сикрет. И перехожу на этот. Также изготовлено во Франции. И это просто любовь. Я хочу попробовать еще и другие средства. От Сифара с манго. Потому что запах восхитительный. Так. Следующее. Давайте сейчас поговорим о декоративной косметике. Первое. Что я вам хочу показать. Это два продукта от Mary Kay. У Mary Kay была блогерская рассылка. Потрясающе. В первый раз я встречаю такое оформление. Такую подачу. В общем это две пары румяшек. И это благотворительная акция у Mary Kay. Каждый год проходит благотворительная акция. С 31 мая до конца декабря. С мая в общем до конца декабря. Проходит благотворительная акция. И часть денег от покупок косметики. Компании Mary Kay отдает на благотворительность. В три фонда. В России это три фонда. Писала пост также в инстаграм о них. Напишу здесь. Если кто не читал. И в этом году стали участниками благотворительной акции эти румяшки. Давайте я вам покажу. Первые румяшки у меня. Кайнхэ. Это вот такие персиковые румяшки. Красивые. Смотрите какие они потрясающие. Румяшки в оттенке Кайнхэ. Это персиковый оттенок. Я всегда хотела иметь персиковые румяшки. У меня никогда не было персикового оттенка. Смотрите какие они потрясающие. Это румяшки с шиммером. Это румяна хайлайтер скорее. Такой золотистый персиковый оттенок. Очень красивый. Упаковка просто выше всяких похвал. Да, здесь нет зеркала. Дешевый пластик. Но это того стоит. Потрясающе. Кстати переводится как Кайнхэ. Переводится щедрое сердце. Это щедрое сердце. Второе. Гивенхэ. Это золотое сердце. Несмотря на то, что они в розовом оттенке. Не золотистые. Это золотое сердце. Вот такой розовый. Потрясающе красивый цвет. Смотрите. Это мой идеальный наверное цвет. Вот такие я люблю нежно розовые. Это что касается Мэри Хэй. Так, следующее. Что я вам хочу показать. Это призы, которые я выиграла в конкурсе. Которые проводились в инстаграм аккаунтах. Первое это Боржоа. В организации конкурса я уже писала, что организация была никакая. Призы были либо немножко подпорченные, либо разбитые, либо со сроком годности были проблемы. Но тем не менее, давайте я вам покажу, чему я рада. Все-таки конкурс от Боржоа я выиграла и призы хорошие. Это помада Rouge Edition Velvet. Я обожаю эту помаду. Оттеночек 20. Сейчас она у меня на губах. Но что касается именно этой помады, то это теплый красный оттенок. Теплый. Он мне не подходит. Но, как вы видите, сегодня у меня на губах. И в жару он не очень стойкий. Именно вот этот оттенок в жару он подводит. Не знаю. Называется, кстати, Poppy Days. У меня есть такой же 0,7-й, такой приглушенно-розовый, но очень стойкий, очень хороший. Но вот этот по качеству менее, как бы средничок. И второе, что я выиграла, это тушь. Писала уже, я не в Инстаграм тоже показывала. Пуш-ап Volume Glamour. Маскара эффект. Это тушь для объема. Она у меня сегодня тоже на ресничках. Тушь потрясающая. Я в нее влюблена. Щеточка не силиконовая, обычная. Но она такая классная. Она объем дает с первого прикосновения к ресничкам. Единственный минус, у туши выходят серого годности буквально через полмесяца. И выслали это в качестве подарка. Это, конечно, для марки Bourjois. Но как-то некрасиво, по меньшей мере. Я обожаю Bourjois. Это мой любимый бренд. Но вот делать как-то конкурсы и высылать такие подарки как-то не очень, я считаю. Ну да ладно, все равно пользуюсь. Так, следующий я выиграла у марки Makeup Revolution. В общем, я давно хотела попробовать этот бренд, но тоже никак не могла. И, наконец-то, блогер Beauty Apocalypse совместно с Makeup Revolution провели конкурс. Я выиграла два приза. Первая – это помадка для бровей. Вот так она выглядит. Если сравнивать с Anastasia Beverly Hills, я сравнивала, то у меня просто вот этот цвет, который называется Ash Brow, и цвет Medium в Anastasia идентичны, просто один в один. Сейчас покажу поближе. Вот так она выглядит. Это цвет для брюнеток. Сейчас он у меня достаточно темноватый, но качество хорошее. Качество вот один в один, как у Anastasia. И у NYX такое же качество. В общем, я особо разницы не вижу. В комплекте шла вот эта потрясающая кисточка, которой я пользуюсь. Мне другие кисточки не нужны. Пользуюсь именно этой, потому что она хорошая. С одной стороны скошена, с другой стороны для растушевки теней. И последний приз, я покажу его также поближе, это палетка теней, которая называется, простите за мой плохой английский, называется она Beyond Flowers. В общем, это такая палетка на 32 оттенка. Название напишу здесь, я не могу его прочитать без коверканий. Здесь 32 красивых оттенка, нюдово-розовых. Покажу поближе. Один, к сожалению, при транспортировке почтой разбился, как вы видите. Самый красивый оттенок, который здесь был, он разбился. Я покажу поближе пару свочей вам. И если вам интересно, то я сниму на нее обзор и все свочи. Если вам нужно будет, то обязательно мне пишите, потому что это бюджетная палеточка. Стоит нам всего 1000 рублей на сайте Beauty Home, по крайней мере. Поэтому качество среднее, я бы сказала, качество чуть ниже, чем у слик. То есть слики оставлю чуть повыше по качеству, эти чуть пониже. Они осыпаются, но они хорошо тушуются, хорошо наслаиваются, держатся без базы и не пылят. Поэтому это вот главный их плюс. Итак, девчонки, о самом главном, о конкурсе, который провожу на своем канале я. Я решила порадовать одну из вас. Давайте сначала поговорим об условиях. Первое условие, вы должны быть подписчиками моего канала. Второе, вы должны поставить лайк этому видео. Третье, вы должны проживать на территории Российской Федерации. К сожалению, пока конкурс только для жителей Российской Федерации. Четвертое условие, вы должны сделать репост данного видео в любой соцсети, будь то Facebook, ВКонтакте или Instagram. Открыть свой профиль, чтобы я видела ваш скрин. И внизу в комментариях написать, участвую, и ссылку на ваш репост. Вот, это что касается правил, также я их пропишу в инфобоксе, если вдруг вы пропустили. Давайте к призам. Я ложу вот такие пробники вам. Это NUX, Liriac, крема, также вот такое средство антицеллюлитное, тоже из аптечной, профессиональной косметики. Ложу две маски от Evelyn Cosmetic. Это зеленые глины, глубоко очищающие. Я думаю, что для маски хватит на раз или на два. Все это будет вот в таком мешочке, также постараюсь запаковать, чтобы ничего не разбилось. Следующие три продукта от моего любимого российского бренда Artvisage. Первое, это вот такой блеск, фруктовый сорбет называется. Сейчас лето, блеск очень актуальный на лето, поэтому с удовольствием порадую вас. Витамин Е, комплекс уход. Он такой оранжевый, но он на губах не смотрится. То есть он будет прозрачный, с таким легким шиммером. Второй продукт у меня имеется, это Browdry Scott, это лайнер для бровей. Он такой универсальный подойдет и брюнеткам, и блондинкам, если вы не сильно темненькая. Вот, это такой фломастер для прорисовки бровок. И последний продукт у меня также есть, и это мой фаворит. Суперский продукт в 121 оттенке, это тени хайлайтер. В таком розовом оттенке, если кто не знает, для хайлайтера это просто лучше не придумать. Этот хайлайтер сравнивают с люксовыми продуктами, он не уступает им по качеству. И три продукта от моего любимого бренда NYX. Первое, это я ложу вот вам, вот такой пигмент от NYX, это по-моему даже новинка. Пигмент называется номер 02, это такой золотисто-коричневый цвет, очень актуальный на лето будет. Второй продукт, это карандаш для губ, это тоже новинка из новой серии NYX ZAMSHA в оттенке 32 Ария. Он такой фиолетово-сиреневый, немножко такой лиловый, в общем лиловый. И он очень подойдет к этой палетке, которую также я положу одной из вас. Смотрите, как сочетаются хорошо цвета. Это новая палетка, которая называется BOSI, 07 номер. Здесь вот такой светлый оттенок, который на все подвижное веко. Хамелеон такой серо-сиреневенький. И два фиолетово-сиреневых оттенка. Один, по-моему, матовый, второй шиммерный точно. Один сиреневый, другой фиолетовый. Потрясающая палетка. Вот, все новое, упакованное. И ложу вам, поэтому желаю всем удачи, участвуйте. Всех целую, обнимаю всем.